Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Диалог со священником». У нас в гостях настоятель Иринского храма в городском округе Серпухов иерей Дмитрий Шмаров. Здравствуйте! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Отец Дмитрий, больше года вы являетесь ответственным епархиального отдела по религиозному образованию в катехизации в Серпуховском благочине. Скажите, пожалуйста, в чем заключается ваше послушание? Начнем издалека. Церковь православная очень плотворно, с большой любовью сотрудничает с сферой образования. На уровне Патриархии заключен договор о сотрудничестве между Министерством образования. На уровне Московской митрополии, к которой мы относимся, также заключен договор о сотрудничестве, о взаимодействии с Министерством образования Московской области. И также на местах, соответственно, муниципалитетах, облагочениях, духовенства в лице облагочения и Комитет управления по образованию заключают ежегодно планы по взаимодействию. И вот кураторство этого взаимодействия между священниками и школами заключается в этом послушании, чтобы наладить правильное и доброе взаимоотношение в той сфере взаимодействия, которое заключается как раз в посещении и окормлении духовным, проведении уроков в наших общеобразовательных организациях, начиная с детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями. По благословению архиепископа Подольского и Люберецкого аксии, облагочение Серпуховского церковного округа реализует достаточно большое количество проектов на базе образовательных учреждений. В том числе и просветительский проект «Диалог со священником». Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. В чем, в принципе, заключается его цель? «Диалог со священником» уже это название само раскрывает суть этого проекта. Вот уже второй год он реализуется в нашей епархии. Надо отметить, что даже Святейший Патриарх в этом году на собрании всей Московской митрополии отметил этот проект в своем докладе. Для нас это является большой такой поддержкой и подспорьем. Мы, конечно, трудимся ради доброго дела, ради того, чтобы дети, вот этот проект устремлен как раз-таки на довольно зрелых уже ребят. Этот проект реализуется в десятых классах, чтобы они в диалоге со священниками обсудили очень важные темы для себя. И для настоящей жизни, и для, соответственно, построения своей жизни уже совсем скоро они поступят в высшее учебное заведение, затем будут создавать семьи и также трудиться на благо общества, на благо нашей страны. Так вот, этот проект заключается в том, что в каждом городе нашей епархии избирается определенное количество школ. Минимальное количество — это девять. В прошлом году у нас в Серпухове было девять школ в этом проекте, в этом году 12 или 13 уже школ в нашем городском округе принимают в нем, соответственно, участие. Выбирается девять школ, как я уже сказал, проект рассчитан на учеников десятых классов. Выбирается из числа туховенства где-то девять человек, где-то больше. Согласно количеству тем, которые разработал наш отдел гипархиальной по образованию и катехизации, эти девять тем, девять священников внимательно изучают и, соответственно, в течение всего года, в течение девяти учебных месяцев посещают десятые классы и разговаривают с ребятами на ту или иную тему. Этот перечень довольно большой, соответственно, и кратко могу эти темы обозначить, что обсуждают священники с учениками десятых классов. И, конечно, обсуждают это с точки зрения православной веры. Как к тому или иному вопросу относится наша вера православная? Такие вопросы обсуждаются, как смысл жизни человека, вере и неверие, свобода человека, одиночество, деньги и счастье, страх смерти, семья, семейные ценности, любовь и влюбленность, христианская любовь. Какая главная заповедь? Вопрос о справедливости. Вот такие вопросы очень глубоко разработаны. Духовенство, подготавливаясь к встречам, и предлагается священное писание изучить, святых отцов, где-то даже педагогов и психологов, которые те или иные вопросы разбирают с точки зрения православной веры. И вот происходит этот диалог на этих встречах раз в месяц. Они совершаются где-то, может быть, больше. Но этот проект рассчитан как раз-таки на ежемесячное посещение священникам той или иной школы. И вот этот проект уже второй год очень плодотворно реализуется. И особенность этого проекта заключается в том, что мы постарались наладить обратную связь с ребятами. Каким образом? Ну, мы, конечно, прибегли к помощи наших смартфонов, телефонов, интернета. Чтобы не оставаться в стороне, надо отметить, что святейший патриарх регулярно говорит о том, что мы должны присутствовать и говорить слово Божье везде. Если есть платформа в интернете, какая-то площадка, надо там говорить о слове Божьем, чтобы не оставаться, что называется, в стороне от прогресса. И прогресс этот использовать именно на благо, чтобы слово Божье проповедовалось и там. И вот, говоря об обратной связи, ученикам предлагается в конце урок или священник, или классный руководитель перейти по ссылке через QR-код, перейти по ссылке и, во-первых, оценить не священника, а саму беседу. Понравилось, не понравилось, заинтересовало или не заинтересовало. Это действительно важно, да, ребенку нравится, ему не нравятся эти беседы. И как показала статистика прошлого года, основная оценка, не основная, а вот итоговая оценка, это твердая четверка, если говорить по пятибалльной шкале. Есть, конечно, ребята, которым это не очень интересно, может быть, которые с чем-то не согласны. Но подчеркиваю, что этот проект, конечно, он предполагает некую свободу. Если родители против посещения или участия этого ребенка в данном проекте, в начале года мы это обсуждаем с родителем, родители все в курсе, то, конечно, могут отказаться. Но большинство, это 95, может быть, 99 даже процентов ребят с огромным удовольствием участвуют, слушают, разбирают эти вопросы, в диалоге могут вопрос задать в аудитории, в классе, соответственно. И если у кого-то вопрос остался неразрешен, или кто-то постеснялся задать вопрос, или вопрос, допустим, пришел после встречи, то как раз пройдя по этой ссылке, ученик имеет возможность напрямую спросить у священника, задать тот или иной вопрос. И священник по электронной почте, соответственно, отвечает этому человеку, у нас были и в нашем благочении несколько вопросов. Их, конечно, немного, может быть, времени не хватает, или какие-то другие причины, но тем не менее вопросы есть. И вопросы, говоря о всей епархии, есть несколько вопросов на очень серьезных. И, может быть, благодаря вот этой обратной связи, если всех нескольких тысяч участников на епархиальном уровне, какой-то один из них задаст вопрос, который он боялся задать, или педагогу, или родителям, и поделился с священником, нашел в нем опору и доверие, и задал вопрос, получил ответ, может быть, в трудной ситуации, в кризисной ситуации, потому что 10 класс — это почти выпускники, тем более сейчас дети взрослеют намного раньше, и вопросы могут возникать в таком возрасте очень серьезные. И эта обратная связь, она не просто интеллектуально, что называется, получить вопрос и ответ, а может быть, какому-то ребенку помочь и в трудную, может быть, какую-то минуту, в трудной ситуации оказать ему содействие, соответственно, и поддержку духовную, духовную, потому что этот, конечно, проект рассчитан и на интеллектуальное развитие, потому что много вопросов ребята буквально не знают. Говоря о Библии, о священном писании, некоторые ребята, конечно, впервые видят, когда священник рассказывает об этом. Какие-то темы, которые обсуждаются, также для ребят, мы изучаем в основном в школе, основное образование получаем, и много знаний, и школа действительно это фундамент нашего образования, но церковь всегда говорит о том, что образование — это не только развитие мозга, но и развитие души, наполнение ее словами необходимыми, словами правды, словами доброты, словами Слова Божьего, словами, которые опираются на священное писание, потому что церковь не говорит, что мы за все хорошее, против всего плохого. Церковь говорит всегда, что мы заповеди Божьи должны возвещать и исполнять. И поэтому наши дети являются как раз, мы же все любим очень своих детей, родители, педагоги, и церковь не остается в стороне, потому что эта любовь к человеку должна выражаться именно через дело. А вот слово, которое священник может рассказать и поделиться с ребятами, оно может сотворить чудеса. Поэтому этот проект является нашим епархиальным, является основным, но в продолжении этого проекта, конечно, мы не останавливаемся только на учениках 10-х классов, наш правящий архиерей, архиепископ Подольский-Люберецкий Аксий, нам регулярно ставят задачи, чтобы духовенство старалось окормлять и учеников школ, встречалось с родителями на родительских собраниях, которые мы регулярно проводим, и, конечно, чтобы велся диалог с педагогами. Мы проводим регулярно конференции, круглые столы, проводятся конкурсы среди педагогов, которые занимаются как раз-таки направлением духовно-нравственного воспитания. И самым главным и фундаментальным таким, самым большим мероприятием являются рождественские чтения, которые проходят ежегодно по всей стране, на уровне патриархии, на уровне всей Российской Федерации, на уровне митрополии, епархии и на уровне благочений и муниципалитетов. Как раз задается тон в начале года календарного. В декабре проводится местное чтение, в январе проводятся общероссийские. В основном две таких точки проведения. Это Кремлевский Творец и Соборный Храм Христа Спасителя. Там проводится встреча святейшего патриарха с представителями власти, с представителями педагогических, с педагогами, с духовенством, чтобы мы обсудили наши точки соприкосновения, которые неразрывно связаны, потому что общее дело мы делаем, воспитываем человека. Все, семья, школа, церковь, каждый, что может сделать доброе для ребенка, для воспитанника, детского сада до университета, должен это сделать. Потому что это общая задача. Кто говорит, что воспитание — это дело семьи, с одной стороны прав, с другой стороны неправ. Потому что не всегда семья может дать человеку полноценное настоящее образование, то есть воспитание. У кого-то неполная семья, у кого-то, если и полная, то может быть не все, что называется, нравственно в порядке в душе или в сердце. Поэтому встреча ребенка с педагогом в детском саду, с воспитателем, в начальной школе, в средней школе, в среднем звене, в старших классах он встречается с людьми, с одним, вторым, третьим. И эта встреча наполняет его не только ум, но и сердце. И, конечно, хорошо бы, если бы в течение учебного года и вообще учебного процесса наши дети встречались с представителями медицины, с врачами, встречались бы с представителями каких-то внутренних органов, с милицией, с представителями полиции, с представителями Министерства чрезвычайной ситуации, с разными профессиями. И наполняли себя, что называется, опытом. У нас есть такой опыт. Там наши дети регулярно встречаются с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны. Это же действительно встреча не для ума, а для сердца. Ты увидишь человека, он прошел какие-то трудности. И для ребенка это, конечно, оставляет огромный след. Это и есть весь процесс, соответственно, воспитания, в котором мы все вместе можем и делаем очень доброе и для своих детей, и для себя. Потому что образование всегда — это вопрос еще и обратный. Потому что, если честно сказать, идешь в школу всегда, с многими священниками разговариваешь, переживаешь. Потому что идешь, особенно с юными, глаза ребят горят, могут задать вопрос, где-то пошутить, может быть. Идешь по коридору, девочка накрикнула батюшку, «Прости мне мои грехи!» Вот это на глазах у других учеников. И, конечно, смущаешься. И она-то вроде бы пошутила, но вот такой. Но, с другой стороны, когда выходишь из класса, если получил еще какую-то обратную связь, поговорил с ребятами, они вопросы задали, где-то, может быть, с какой-то шуткой, чтобы разбавить атмосферу. Потому что приходит человек в черном, с крестом, с бородой. Для многих, конечно, это является таким вот... Этой встречей не знаешь, как себя вести. Такой был смешной случай в детском саду. Батюшка пришел как раз в рождественский период. А у батюшки такая борода белая, седая, большая. И один ребенок заплакал, говорит, почему Дед Мороз в черном? Так что перепутал батюшку с Дедом Морозом. Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, какие проблемы сегодня волнуют нашу молодежь? Какие вопросы в основном они задают? Какие темы в них вызывают действительно большой интерес? Вот знаете, когда я прихожу лично в класс, провожу беседы, стараюсь знакомство начать с вопроса, кем вы хотите стать. Ко всем ребятам обращаюсь. Не все дают сразу ответ, некоторые, может быть, стесняются. Но большинство говорят, конечно, сразу о профессии. Я хочу стать экономистом. Тем более в десятых классах, где проводится этот проект, уже все-таки ребята как-то определились примерно с направлением своего образования. И все, конечно, говорят в первую очередь профессию. Хочу стать тем, тем, тем. И когда пробуешь перевести вопрос не столько о профессии, сколько о личных каких-то качествах, здесь как раз-таки уже возникают настоящие вопросы. Потому что кем хочет человек стать? Если он хочет стать только именно профессионалом в какой-то сфере, это один такой вот из, что называется, частей пазла. И мы постараемся перевести разговор именно на то, каким человек должен стать. Не кем по профессии, а каким. Потому что все же подростковый и детский период — это и есть подготовка, по сути, взрослой жизни. Это самое прекрасное время. Это детство, юность, студенчество. Но тем не менее приходит время, когда человеку и, во-первых, нужно создавать свою семью, и, во-вторых, уже быть не только учеником, но и учителем. Абсолютно в любой сфере. Брать уже на себя ответственность. Брать на себя уже какие-то обязательства. И вот тут как раз-таки и возникает у ребят вопрос, когда мы говорим тем более о вере, о религии, о Боге. Здесь как раз-таки уже возникают вопросы, которые ребята благодаря этим темам сами же и могут задать. Потому что, как говорят, правильно поставленный вопрос уже половина ответа. И вот подвигаешь ребят к тому, что давайте поговорим о том, кто мы, люди, как мы созданы. Когда говоришь ребятам, ссылаясь на священное писание, по образу и подобию Божьей, говоришь о свободе, говоришь о понимании христианской любви, конечно, у ребят в процессе этого диалога уже как раз и возникают эти вопросы. Как я уже сказал, сейчас дети взрослеют очень рано. Информации разные, много. И, к сожалению, негативной информации много. Но, тем не менее, мы живем в том времени, в котором живем. Выбирать, что называется, времена не приходится. И уже в этой реальности, в этой реальности уже нужно задавать и вопросы правильные, и получать ответы. Конечно, семейные ценности, вопросы создания семьи. Очень интересны ребятам. Вопрос взаимоотношений. Потому что, наверное, к сожалению, но так уже слишком рано дети уже говорят и знают о вещах именно, что называется, такого личного, если выразиться так, интимного характера. А семья — это личное, это святое, это чистое. И создание семьи — это один, наверное, из самых важных. Правильное создание семьи, и правильное построение семьи — один из самых важных вопросов. И также вот одна из тем посвящена христианскому пониманию семьи. И когда с ребятами разговаривают, священники, говоря о том, что есть разница между понятием любовь и влюбленность, и что любовь — это не только какие-то, что называется, внешние проявления, это сопряжено, это понятие, с терпением, с чистотой, с целомудрием, с правильным пониманием и правильным взглядом на жизнь. И очень важно ребятам, конечно, что называется, не то чтобы напугать, но тем не менее сказать о том, чтобы хоронили ребята с детства, с юности, и девочки, и мальчики хоронили себя для того единственного, для той единственной, которая станет женой или мужем. И, соответственно, эти люди в союзе, в чистом, в правильном союзе создадут семью, и в этой семье родятся дети по любви, по правилам, не только каким-то внешним, и по божественному закону. Потому что это очень важно сказать человеку в юности, как сказано, береги честь с молоду, с молоду именно услышать в юности эти слова. И если в чем-то испугаться, это бывает очень важно, что человеку сказать, что ты бойся, бойся себя потерять, не растрачивай себя на какие-то неправильные отношения. Это целомудрие, это целостность, нужно беречь с самой юности, с самого детства, для того, чтобы последующая жизнь уже взрослая была чистой, чтобы совесть всю жизнь человека не обличала. Вот об этом мы говорим с ребятами. Конечно, этот вопрос, наверное, один из самых таких интересных, животрепещущих, связанных с взаимоотношением между, соответственно, людьми. Конечно, ребята задают вопросы о блоге, есть он бог или нет бога. Конечно, вера и неверия, тема, которая обсуждается, тоже очень и дискуссии бывают. И, конечно, священники стараются максимально, грамотно ответить. И не то, чтобы доказать, как в каком-то споре, потому что это не спор со священником, проект называется, да, и вообще наша встреча, а диалог, чтобы один высказался, другой высказался, а потом, может быть, человек, может быть, не сейчас, может быть, через 10 лет это семя взойдет, может быть, вообще к старости он вспомнит, что-то там батюшка приходил, говорил про Евангелие, про Бога, ну-ка я попробую-ка, может быть, вспомню и обращусь к Слову Божию. Поэтому мы сеем семя, педагоги, учителя, воспитатели, сажаем семечки. Что вырастет, никто не знает. Но если постарались, спахали землю, семя посадили, полили и любовью покрыли, потому что кто огород имеет свой, не просто же посадил, а вот ждешь, пока вот оно прорастет, и ему от всяких терниев, от всякой лебеды стараются оградить. И так же и мы все, родители, педагоги, духовенство, детям показать, что, ребята, вот это лебеда, это все не то, что нужно, это сорняки. И сохранять наших детей, чтобы как раз-таки поливать удобрением, слово даже удобрение, доброе, что-то доброе, слово, доброе дело, которое делается с разных сторон, оно как раз-таки и должно принести рано или поздно свой добрый плод. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие серпуховичи, всех вас приветствую с великими днями поста, великого поста, который готовит нас к встрече Светлого Христового Воскресения, к празднику Пасхи. Сейчас у нас идет неделя крестопоклонная, ровно середина поста прошла уже половина того времени, которое нас подготавливает, которое призывает нас к очищению своей совести от грехов. Постараемся друг друга простить, помочь, кому это необходимо, слова какие-то поддержки оказать своим ближним, беречь каждую минуту, каждую секунду своей жизни и помнить, что мы, христиане, опираемся на крест Христов. Он является для нас вдохновением, поддержкой. Когда спрашивают люди, где Бог, куда Он смотрит, когда столько много зла творится в мире, мы, христиане, говорим, что Бог ни откуда-то смотрит, нигде Он, а Он смотрит с креста. Он сам распят на кресте за наши грехи и вместе с нами страдает в наших печалях, в наших трудностях и болезнях. Но этот крест напоминает нам, конечно, о воскресении. Нас с детства учат, что добро побеждает зло. И как раз праздник воскресения Христова этому и подтверждение, что Христос умер на кресте, пролил свою кровь, но воскрес из мертвых. И мы этой надеждой живем и вместе с вами ожидаем праздника Пасхи Христовой. Всем нам желаю Божьей помощи в проведении поста и телесного, и духовного. Будем исполнять заповеди Господня и самое главное из них любить Бога и любить ближнего. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры. Наш эфир, к сожалению, заканчивается. Напоминаем, что в гостях у нас был настоятель Ленинского храма в городском округе Серпухов Иерей Дмитрий Шмаров. Если у вас есть вопросы к священнику или волнует какая-то проблема, звоните в редакцию по номеру телефона, который сейчас видите на экране. Сообщения можно оставить и в социальных сетях у ТВ Серпухов. Если вы стесняетесь спросить, заходите на мою страничку ВКонтакте и оставляйте мне свои сообщения. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok